В один прекрасный день понимаю, что я не хочу больше жить в большом городе, я хочу именно сюда вернуться. Никогда не бывает никаких потопов, катаклизмов таких, которые вот сейчас сплошь и рядом слышат, что в Сочи, что в Геленджике, то в Анапе. Я хочу этот дом новый, который я построила, с гостиницей продать. И море, вот здесь настолько шикарное море, то есть если посмотреть, здесь очень много снятых роликов именно про веселовку, про серфингистов. Я, ну раз в день, я обязательно все-таки езжу, купаюсь. У меня 20 коз сейчас, 200 кур, 200, ничего себе. Шелковая китайская курчка. Я сейчас ее сняла с гнезда, она сидит, высиживает. Там порядка 10 кур сидят на яйцах. Местные почему-то рассказывают, что у них ничего не растет. Можно поверить, что ничего не растет? Здравствуйте. Здравствуйте, девушки. Я вас очень ждала. Очень рада, что вы приехали. Спасибо, что вы нас пригласили к тебе в гости. Как вас зовут? Меня зовут Надежда. Откуда вы приехали? Я почти 13 лет назад уже переехала из Самары. Надоело мне там мерзнуть. Очень довольна вот этим именно выбором своим, именно веселовки, именно этого места. Какая была вообще причина переезда вашего? Причина у меня была немножко печальная. У меня сын родился, четвертый сын с большими проблемами со здоровьем. То есть здесь я, когда сначала купил как дачу дом старый, за 3 месяца мы сделали большой прогресс. Он плавал у меня по 4 часа в день в море с нарукавниками. То есть он стал хорошо ходить. И, в общем-то, потом я приняла решение переехать сюда совсем. А какие вообще места для переезда вы рассматривали, помимо Таманского полоска? Ехала, можно сказать, и Голубицкую, и Пересыпь, и все вот эти ближайшие здесь. То есть рассматривала именно, чтобы было красивое море, красивый пляж, чтобы не было вот этого цветущего болота, как и во многих местах, в Азовской заливе Азовского моря. В Тамане, в частности, тоже там вот она этим грешит, что трава там кругом около берегов. И очень мелководная. А здесь именно Черное море. В первый же день моего приезда мы увидели дельфинов. Я так обрадовалась никогда в жизни. Я их в живой природе, естественно, не видела. Вот. И посмотрела именно, что дом вообще сам находится на полуострове. Здесь нет трассы. Здесь нет опасности для детей. Здесь маленький поселок. Все друг друга знают. Это меня очень удивило, когда прямо буквально первые же встречные дети начали здороваться совершенно с незнакомым человеком. То есть это здесь принято. То есть заходишь в любой магазин, с тобой здороваются, приветливо. Начинают спрашивать, сразу видят, что вы не местные, спрашивают, кто вы, откуда. Слышат по говору. Хотя я вот уже столько лет здесь живу. Но все равно же я относительно мало общаюсь с людьми. Это у меня хозяйство большое. И мне сразу узнают вы, кто, откуда. Именно по речи. И вот вы говорите, почти 13 лет назад переехали. И на сколько вообще на тот момент стоил ваш дом? Ну, дом не вот сейчас, который я продаю. Это я уже построила новый дом в 2013 году. А тогда он стоил миллион 200. Но это был совершенно старый дом. То есть без удобств. Я его оставила сейчас. Отмежевала от своего основного участка. То есть сейчас дом, который я построила и пристроила фактически бизнес к этому дому. Гостиничные номера. Они как три квартиры отдельных. То есть двухкомнатные, две однокомнатные. Каждая с кухнями, с санузлами. То есть там можно фактически жить автономно. Совершенно не касаясь вот хозяев. И входы находятся с противоположной стороны. То есть у меня большой сад. Здесь всевозможные экзотические растения. Я любительница большая всех этих растений. Развожу сама, черенкую, как говорится, прививаю. У меня есть и киви, и 100 кустов роз на участке. И туи сама выращиваю из семян, и кипарисы. И что только у меня нет. Эту винограду я сейчас вот черенковала и привела 450 черенков винограда. Очень столового, вкусного. Вот начнем с того, что вот сразу киви, посмотрите. Киви. Вот киви. Вот это вот первый год он начал плодоноситься. А еще здесь вот эти вот у меня растения, я все сама вырастила. Это туи из семян. Там черные орехи. Это ежевейка. Резантема. Вот это все черный орех. Вот этот черный орех здесь порядка 150 штук. То есть я придумала, взяла пример, здесь есть в Украине блогер такой, Юрий Бревнов. Он высадил уже порядка 10 тысяч черного ореха. То есть он высаживает на пустырях. И я тоже в этом году высадила порядка 500 этих орехов. Они там повсходили в полях. То есть там подальше. То есть я собрала семена черного ореха, а это я вырастила сама растишки. То есть я хочу в администрацию потом отдать, хочу в школу отдать, чтобы они высадили вот это все. Потому что здесь такие просторы и очень мало зелени. То есть рассказывают местные, почему-то, что здесь ничего не растет. У меня растет все. Вот это шикарное дерево. Называется павловня. То есть оно очень красиво, цветущее. Тоже я из семян вырастила. Вот это вот киви из магазинов семян. То есть прямо сама плоды купила. Вот мой виноград, про который я говорила. Он привитый. То есть по всем правилам залит воском. Здесь 4 сорта, 450 кустов. Вот вишня. Вон начинаются розы. И вот роз у меня 100 кустов разных-разных. Груши, яблоки, черешня. Все разных сроков плодоношения. Туя и кипариса. Вот это кипариса, вот это туя. Вот это вот порядка 100 штук кипарисов. Вот тоже туйки подрощенные. Эти вот я осенью посадила, а эти весной вот посадила семена. Тоже огурцы, баклажаны, помидоры. Все, все есть. Огурцы, помидоры, огурцы я сама уже сама кушаю, уже есть у меня. Сегодня собрала зелененькие вот. И на улице очень много огурцы тоже посажены. Местные почему-то рассказывают, что у них ничего не растет. Можно поверить, что ничего не растет? Я ничего никогда не копаю. То есть у меня лопата здесь вообще не применяется. Только рахление и мульчирование травой. Местные выбрасывают траву, которую косят. Я ее собираю. Они говорят, тебе зачем? Я говорю, не скажу. Я просто мульчирую все травой. Растения мне говорят спасибо. Большой сам участок здесь как таковой земельный не нужен. Почему? Потому что если умело правильно подходить именно вот к садоводству, то есть делать правильно умные грядки, то есть большое количество воды не нужно. И большое количество земли тоже не нужно. То есть нужно просто все мульчировать, делать капельный полив. Хорошо. А вообще какая инфраструктура есть в вашем поселке? Ну, сейчас, наверное, во всех поселках, все поселки не страдают отсутствием магазинов. Школа у нас, средняя школа, 11-летка. Вот про школу я хочу сказать вообще особо. То есть здесь школа, так как она малокомплектная, то есть получается детей, выпускников мало, буквально 5-6 человек выпускается каждый год. Это фактически индивидуальное обучение. То есть дети выходят, как минимум два медалиста. Представляете, вот с каждого выпуска идет по два медалиста. Там два, например, золотых, один серебряный. Дети занимают вообще призовые места. И по результатам ЕГЭ первые места по Краснодарскому краю. Учителя работают настолько ответственно. То есть, ну, с пятью человеками, наверное, невозможно по-другому работать. И в детском саду тоже. Вот когда я бы сюда переехала, у меня дети пошли в детский сад сначала. Я с двумя маленькими детьми, с младшими сюда переехала. Один уже в школу пошел, 11 лет ему было. А другой вот в садик ходил, который проблемный ребенок. То есть настолько ответственно тоже воспитатели к этому подходят. И вот даже если где-то в поселке где-то ребенок совершает что-то такое, на взгляд местных, ну, не очень хорошее, то есть звонят сразу и говорят, а твой ребенок вот там-то, ты вот его отпускала, а ты ему денег давала. То есть здесь, как говорится, не забавуешь, потому что именно люди все друг друга знают. Мне это очень понравилось. А сколько вообще километров до моря? И как вы добираетесь? До моря здесь всего 3 километра. Ну, вот это может показаться неудобством, но с другой стороны мы находимся в 100 метрах выше уровня моря. То есть у нас здесь никогда не бывает никаких потопов, катаклизмов таких, которые вот сейчас сплошь и рядом слышат, что в Сочи, что в Геленджике, то в Анапе там потопы. У нас здесь этого просто нет. Вот за 13 лет я ни разу не сталкивалась. И разговаривала с местными, тоже не было такого никогда. А как вот именно вы добираетесь? Может быть, в маршрутках вот или вы на машине ездите? Ну, есть маршрутка. Я сама за рулем, да, у меня машина. То есть, ну, вообще стараюсь больше двигаться, и когда не очень жарко, стараюсь вообще даже ходить пешком. Это полезно. Хорошо. А вот если, допустим, сюда приедет молодежь, молодые люди, где им вообще работать? Ну, у нас есть волна такой поселка. В этом поселке очень много там производств возможных. Там завод Эвка. Там несколько производств. То есть здесь без работы не останешься. То есть здесь работать некому, наоборот. То есть постоянно идет набор. То есть рабочие руки нужны. Ну, и если уж совсем, если человек не хочет где-то работать вот так вот, очень много работы на винограднике. То есть всегда требуются люди на винограднике. Ну, и меньше 30 тысяч там, наверное, никто и не получает. Вот еще мои зрители очень часто удивляются, почему здесь много продают домов. Не только вот в Веселовке, но вообще по Тимрюкскому району. Как вот вы считаете? Ну, это, наверное, менталитет людей, которые жили в маленьких поселках. Они, наверное, считают, что переехав в город, они там медом намазаны. Я переехала как раз из большого города, из Самары, из Миллионника. То есть вы представьте себе ситуацию. Я даже слышала от местной жительницы, когда она посмотрела мои фотографии, когда я в Самаре жила, и говорит, ой, ты зачем же с такого красивого города переехала? Там как красиво, я бы каждый день там как на экскурсию в магазин ходила. Я говорю, ну да, конечно. Два часа добираешься по пробкам с работы до дома, потом приезжаешь и на экскурсию в магазин. То есть настолько устаешь, изматывает именно дорога. А здесь именно свобода вот этого передвижения. Воздух чистый. То есть вплоть до того, что когда я первый год сюда приехала, мы прожили месяц, когда дача у меня была. А через год я приехала уже на все лето с ребенком на три месяца. И когда я вернулась домой туда, то есть, ну, мне просто поплохело. Я прошла кучу обследований, то есть у меня болит сердце, у меня дышка, я бывшая спортсменка, у меня никогда ничего не болело. То есть я сама удивилась, как же так же это же было. То есть все-таки у меня было тогда 47 лет. То есть никто у меня ничего не определяет, а мне просто плохо. То есть я пошла, завещание понаписала, у меня детей четверо. Вот, то есть до такой степени мне плохо. То есть это после трех месяцев на море, понимаете? Вот. И я, значит, в один прекрасный день понимаю, что я не хочу больше жить в большом городе. Я хочу именно сюда вернуться. Значит, 13 октября я возвращаюсь сюда. Проходит буквально неделя, и я понимаю, что у меня ничего не болит. Что это просто акклиматизация, что я просто не могу дышать тем воздухом, которым я дышала всю предыдущую жизнь. То есть я родилась в Самаре, 47 лет я там прожила. И когда я вернулась сюда, у меня все опять восстановилось. Я извиняюсь, как конь сейчас. У меня 20 кос сейчас, 200 кур, 200, ничего себе. Коста сколько? Это же ведь кур, да ладно? Ой, коста, это же, знаете, хозяйство. Вот, и огромный вот сад, участок, огород. То есть я сейчас построила еще один дом, и я хочу немножко все-таки отдохнуть. То есть это, наверное, у меня уже излишек. Я хочу этот дом, вот новый, который я построила, с гостиницей продать. Переехать прямо буквально здесь вот через дорогу в новый построенный свой дом. То есть немножко разгрузиться просто. То есть, ну, с одной стороны, мне и жалко продавать, потому что здесь вложена не просто сила, а здесь столько души вложено. Каждая растюшка, каждая это, вот она, мое детище. Ну и сам дом, естественно, я его строила, я его проектировала, я сама все придумала. Вам вообще кто-нибудь помогает, у вас такое большое хозяйство? Ну, у меня есть сын, которому 18 лет, но я думаю, что он не исключение из другой молодежи. То есть он делает это очень неохотно. Вот, то есть в основном я самая. Ля-ля-ля, жужу-жу, он называется. Челка. Так, вон цыплята ходят с квочками. Сейчас здесь порядка 10 квочек. Цыплят я не знаю, что к нам осталось, не считала. Осенью буду считать, говорят, надо осенью считать. Порядка 100 цыплят. Сейчас я принесу, покажу. Смотрите, вот этот черный цыпленок, у него 5 пальчиков. Эта порода называется шелковая китайская. Я сейчас вынесу взрослую курочку. Вот какая. Шелковая китайская курочка. Я сейчас ее сняла с гнезда, она сидит, высвеживает. Там порядка 10 курс сидят на яйцах еще. Вот здесь штук ходит, тут квочки свободно с цыплятками. Вот это вот. У них синие мочки. У них черное мясо лечебное. Да вы что? Да. Прямо же черное мясо? Да, и прям вот черное у них, кожа черная. Вот она сама белая, а кожа у них черная. Вот смотрите, эти. И черное мясо прям. Представляете? Раз у вас вот столько куриц, вы, наверное, яйцо продаете еще? Да, яйцо продаю. Но сейчас, к сожалению, очень сильно выросли в стоимости корма. Фактически в два раза, если раньше 10 рублей зерно стоило. Сейчас вот весной 22 рубля зерно стоило. Вот, ну поэтому я, наверное, буду максимально сокращать количество животинки. Становится очень невыгодно держать. Ну, здесь. Ну, здесь. Сейчас я же слышу. Света нету. Плохо видно потом попозже, тогда, может быть. А тут такие большие кожи отдельно. Чтобы они их не оттожили на яйцах. Они гуляют там на соседнем участке. А это порода такая, не ободранная. Это называется галашейка. Порода. Так, у них Горбачев обещал по отдельной квартире. Вот у них по отдельной квартире. Узрослых козочек. А где они вообще, ну, гуляют? Да, по сути. Сам у меня участок большой, выгроженный. Это монку. Я ее отучаю от козлят, потому что они уже козлят им 5 месяцев. Они все ее сосут, все молоко у нее высасывают. Я ее теперь отдельно кормлю. И несколько дней надо передержать ее отдельно от козлят, чтобы они отвыкли от нее. Да, роза? Она теперь розами питается. Роза питается розами. Отсветшими розами. Вы как раз сейчас сказали, что одна из причин, почему продают дома, это не только уехать куда-то отсюда, а именно просто найти что-то более подходящее, но в этом же населенном пункте, например. Да, да. То есть тоже как причина, почему. Ну, это у меня даже не подходящее, а просто лишнее. Лишнее, да. Иначе я не оторвусь. То есть мне надо распродать половину хозяйства. Может быть, те люди, которые купят, может быть, им будет интересно. То есть они тут бонусом у меня получат козу и кур несколько штук. Вот, может быть, и побольше. Как говорится, не жалко. Ну, и очень много стариков поумирало. То есть молодежь все-таки решили попробовать себя где-то там в городах. Но я сейчас наблюдаю тенденцию, что люди, которые уехали в города, многие возвращаются, понимают, что там ничего хорошего нет, что вот эта сумасшедшая дорога утром, два часа в одну сторону и обратно. И тут, извините, когда парень тут вырос, он всех знает, он здесь первый парень на деревне, а там он кто где-то в Краснодаре или где-то в большом городе. Нет, никто и звать никак. Так, вот местные говорят, ой, здесь такие ветра зимой, здесь это, я говорю, вы просто не жили у нас в Самаре, если бы вас отправить хотя бы на месяц, где там уже конец августа, это уже холодно. Но это в этом году какой-то катаклизм, и там до 38 вот сейчас температура, и в Москве тоже самое, да. Но самое главное здесь преимущество, здесь все время солнце. То есть вот здесь зимой идешь, и, вы знаете, вот у меня нет ни слуха, ни голоса, я все время нахожусь вот в состоянии, то есть мне хочется петел, море, море, у меня видно это море, то есть я когда покупала этот дом, у меня один из главных критериев был, чтобы было видно в окно море. То есть вот оно меня как-то вдохновляет все время, дает сил, я не знаю, аура какая-то особенная, что ли, исходит от моря. Может быть, местные на него и не смотрят, и купаться тоже не ездят. Я, ну, раз в день я обязательно все-таки езжу, купаюсь. Вот, раньше, конечно, я два раза ездила, но сейчас расслабилась, может быть, я сейчас все-таки свое хозяйство распродам, буду чаще ездить, заниматься больше своим здоровьем. Как у вас вообще складываются отношения с местными жителями? Просто, вот знаете, тоже говорят, что ты сюда приедешь и будешь здесь чужим. Ну, здесь уже настолько много приезжих, то есть, ну, да, в общем-то, есть какой-то определенный менталитет с местными, то есть я немножко отошла от общения с местными, общаюсь именно, ну, есть несколько человек, вот, бывшие школьные учителя, очень интересные люди. То есть я продолжаю с ними дружить, уже и семьями мы дружим, и приезжие все москвичи, самарцы, саратовцы тут есть, то есть мы все, это, с Уфы люди есть, с Казанцы, то есть вот мы как-то все вот именно скучкуемся приезжие. То есть у нас каких-то больше точек сприкосновения, то есть мы понимаем, как мы там жили, что мы приобрели и что мы потеряли, может быть, так. Хорошо, а какие, возможно, Вы заметили минусы жизни, какие-то трудности, с чем пришлось за эти года столкнуться? Ну, наверное, только, может быть, какое-то метаобслуживание, если что-то срочное нужно, это куда-то нужно ехать в город, здесь, конечно, такой помощи не получишь, ну, пусть это те же 100 километров, но не так уж это и критично. А бывают ли, возможно, какие-то перебои с водой или со светом здесь в поселке? Ну, бывают, когда, да, то есть, ну, я вот жила в Самаре, у нас тоже частенько со светом были перебои, с водой здесь сейчас немножко лучше стало, раньше хуже было. Вот, с газом вообще проблем никогда не бывает. Со светом, когда ураганные ветра, да, иногда рвет провода, еще что-то, обледенение проводов, ну, я думаю, это везде бывает. Я после 20-ти градусных морозов на протяжении, там, длительного времени вообще не воспринимаю, когда трава зеленая, круглый год фактически здесь. Вот у меня козы, они весь год пасутся на улице, то есть, может быть, неделю, когда вот выпадает снег изредка такой, то не каждый год, вот, как говорится, нет у них выпаса, а так они круглый год пасутся. Вообще, за что вы полюбили эти места? За солнце. За солнце. За дельфину, за море. Какой совет вы можете дать тем, кто только планирует переехать в Краснодарский край? Вот. Ну, нужно посмотреть, конечно, проехать другие места, но вот именно, почему я советую именно Таманский полуостров, именно вот Веселовку, что здесь будет, ввиду уникальности климата, ввиду уникальности месторасположения самого вот этого поселка, вот на полуострове, который огорожен с трех сторон водой, то есть, у нас нет вот этих вот катаклизмов, и отсутствие трассы, оно накладывает какой-то вот, печаток накладывает безопасность, то есть, когда все-таки посторонние люди едут, и вы не знаете, кто проехал, куда поехал, да, и вы опасаетесь своих детей, что они пошли гулять. Здесь никто никуда детей не провожает, здесь сами дети ходят в школу, сами гуляют, то есть, здесь, можно сказать, я вернулась, вот, собственно, в детство, где не нужно, вот, еще вот, заморачиваться по этой проблеме. Климат, безопасность, и то, что здесь еще относительно низкие цены, и еще здесь все-таки есть в продаже достаточно много интересных и домов, и земельных участков, и море, вот, здесь настолько шикарное море, то есть, если посмотреть, здесь очень много снятых роликов, именно про веселовку, про серфингистов, здесь, когда ветра все на лиманах катаются, красота, очень смотреть на этих серфингистов, сгорелых ребят, то есть, все вот другие поселки, которые близлежащие, они не получат такого развития, как именно веселовка, потому что здесь вот самые лучшие пляжи, здесь 40 километров протяженность песчаных пляжей, здесь есть соленое озеро, оно по своим качествам то же самое, как и в Израиле и Мертвое море, и грязи лечебные, то есть, вот, я как бывшая спортсменка сама на себе это испробовала, то есть, это реально помогает, то есть, это не сказки, то есть, если бы мне кто-то рассказал, вот, если бы я на себе не испробовала, я бы не поверила, то есть, реально помогает, и глина голубая, то есть, она просто голыбами отваливается там с горы, тоже, в общем-то, обладает теми же свойствами лечебными, пока все это бесплатно, то есть, на пляжах выходишь и смотришь вокруг, неужели это все мое, то есть, не нужно, как говорится, никто друг друга, об друг друга попами не трется, и уринотерапии в гомеопатических дозах нет, как в Анапе. Ну да, в Анапе, конечно, там не протолкнуться. Жесть. Жесть, так и есть. Просто более такой популярный курорт, только из-за этого. Да, ну и люди не знают. Если бы здесь построили печатницу, у нас бы здесь вообще цены бы не было. Да, люди не знают просто про это место, многие не знают. А сейчас же поезд, пусть, который идет на Крым, в Тамане есть станция, остановка, то есть, люди могут туда доехать, вызвать такси, 20 километров до Веселовки, здесь можно отдыхать и в частном секторе, цены такие 500 рублей с человека в номере со всеми удобствами, или на берегу есть, там полно уже сейчас номеров, гостиницы понастроили, но там цены я как бы не очень интересовалась. В том году, по-моему, было 1700 с двух человек номер, ну, питание кафе в столовой. Кому что нравится. Вот если у меня люди приезжают отдыхать, то есть, у меня огромный сад, огород, то есть, люди спрашивают, можно у вас купить персики и абрикосы? Я говорю, господи, идите, собирайте, ради бога, у меня все сыпется, все падает. Осенью, в сентябре винограда полной, вот в июне черешня тоже усыпана, черешня, вот сейчас вишня. В том году персики падали с дерева тоже, я коз кормила этим персиками, ведрами. Вот, то есть, люди приезжали вплоть до того, что шли, купали сахар, брали у меня банки, варили варенье, увозили домой. А было что-то такое, что вас удивило, когда вот вы приехали сюда? Ну, вот удивило, что люди здороваются. Вот, приятно удивило очень. Это приятно очень, да. Все здороваются. И дети в том числе. И дети в том числе, да. Которые тебя видят в первый раз. Да, да. Вот это больше всего удивило. И, конечно, вот то, что у всех, вот теперь я дожила до того, что вот я, пожалуйста, все раздаю. И когда я первый год приехала, я насолила там тоже по старой привычке, там около ста банок накрутила всяких вареньей, там заготовок помидоров, огурцов. Вот, тут приезжает у меня знакомый москвич, заходит, а я такая вся с пылу с жару, у меня банки, у меня все кипит. Вот. И спрашивает, ой, что это ты делаешь-то? Я говорю, да что, на зиму, к зиме готовились. Он говорит, слушай, что тут той зимы-то? И правда, что, что тут той зимы-то? То есть, вот у меня, извините, висит шоба норковая, которую я за 13 лет выгулила два раза. Здесь действительно вот этой зимы нет, здесь ощущение вечной весны. То есть, вот, наверное, вот это вот еще один плюс, что здесь все время весна. Вот именно весна. Другого вообще, вот, я не могу сказать, ну да, ну, бывают ветра, ну, бывает. Но это все можно перетерпеть, зная о том, что завтра будет опять солнце. А солнце – это радость. Ну все, спасибо вам большое за интервью, что пригласили в гости. Было очень интересно поболтать с вами. Взаимно. Спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова